Дорогие друзья, те, кто меня первый раз видит, те, кто меня второй раз видит, и те, кому я уже надоел. Особенно некоторые очкалики усатые. Ну ладно, не важно. Военные песни – это такое состояние души, когда ты должен что-то такое сделать. Хорошие, плохие дела. У меня в этом году военная песня сейчас началась. Спасибо. Пришел один слушатель, не считая моего бывшего боевого товарища, на осенний концерт. И я поэтому начну с... Запахи осенние... Запахи осенние... Запахи осенние... Запахи осенние... Вы мое спасенье... Вы во мне на север... Теркую печаль... Желтые прорисованные... Желтые прорисованные... Листья невесомые... В осень адресованные... И потери прошлые, и слава нарушенные, И дела оплошные, что не позабыл. И потери прошлые, и слава нарушенные, И дела оплошные, что не позабыл. Теплым тихим вечером запахи рассвечены, И на это нечего, нечем возражать, Прозвучит простуженно, запахом разбуженно. Вдруг такая нужная терция душа, Прозвучит простуженно, запахом разбуженно. Вдруг такая нужная терция душа, Запахи осенние, лиловато серые, В воздухе расселено осенний парчат, Запахи осенние, вы мое спасение, Вы во мне насели терпкую печаль, Запахи осенние, вы мое спасение, Вы во мне насели терпкую печаль, О-о-о, на-на-на-най, Запахи осенние, вы мое спасение, Вы у меня на селе теркую печаль Ну вот, ну что, нормально слышно, нет? Или хрень какая-то? Да, и, вы знаете, я хочу, наверное, спеть ещё одну песню, которую бы надо сделать Ну, сначала я человек традиционный стал, сентиментальный, плакать стал по поводу и без повода Сегодня, когда мы собирались там, рассказывали друг другу о том, как что происходило Вот я когда рассказывал, как Меликова происходило всё А сегодня у нас, дорогие друзья, не просто 21 сентября, а у нас сегодня какая годовщина? 630 630 1482 год, да? Восьмая? 380 Восьмидесятый Восьмидесятый А, значит, 630 годовщина Неизвестной Куликовской битвы, которая непонятно где была, кто с тем сражался И вообще, чем дальше живёшь, тем больше вопросов возникает Ну, тем не менее, битва – это сражение, когда сходятся два войска, кто-то сильнее, кто-то слабее И вот песня была написана Так мне получилось, что я болел какими-то вещами всю жизнь А потом раз, вот, конечно, жизнь оказалась и про танки, и про самолёты, и про Куликовское поле И вот получилась песня, которую я вам сейчас хочу показать Восьмидесятый Дай мне твою силу Куликово поле Чтобы знал я точно нас не победить Дай мне твою силу Куликово поле Чтобы знал я точно нас не победить Было в нас немного, а врагов немало Только мы сумели Одолеть тогда Дай мне твою мудрость Воле нашей славы Сделать так, как надо, Коль пришла беда Дай мне твою мудрость Воле нашей славы Сделать так, как надо, Коль пришла беда Сколько мы терпели Горевычной долей Собирая силу В рукоять меча Дай мне свою ярость Куликово поле Чтоб с замахом в волю Ворога встречать Простор небес и шеир полей безбрежных И шум дубрав И трели соловья И гул копыт И битвы от кромешных Здесь начиналась Родина моя Чтобы наша гордость Не покрылась пылью Чтоб держало небо Сильное крыло Чтобы мы по-русски Пели и любили Чтобы улыбались Всем ветрам назло Сколько б черной бури Смерть не приносили Сколько б не звучало Злых лукавых фраз Куликово поле Спасибо, очень громко Вот так, я думаю, будет менее мучительно для слушателей Ну, третья песня мы поем традиционно Мы поем традиционно третью песню Посвященную нашим ушедшим друзьям В этом году у нас очень большая Неосполнимая потеря 5 сентября ушел из жизни герой России Летчик-испытатель Сергей Николаевич Мельников Потрясающий человек Которого, наверное, мы будем гордиться Что мы с этим человеком были знакомы Вот, и мы хотим сейчас сделать фестиваль Я очень хотел бы, чтобы вы поддержали Как зрители, как слушатели Самые главные люди это вы, конечно Большое вам спасибо, что вы приходите, пришли Вот, мы хотим сделать это в районе 15 октября где-то Будет висеть объявление на сайте в интернете Либо в музее Маяковского, скорее всего Либо в музее Уживных сил Потому что мы хотим пригласить туда Руководство КБ Сухового Мы хотим туда пригласить летчиков-испытателей Хотим пригласить в Пугачевых, в очерках Вот, известных людей, великих наших летчиков Вот, ну и личность Мельникова, конечно, это отдельно Надо про него много говорить Очень талантный человек, который был Гениальный фотограф, гениальный летчик Вообще гениальный человек Вот, отрицающе катался на горных лыжах Ну и я спою песню, которая была написана про него Много лет назад Когда я болел песней Висборра Серега Санин И выяснилось, что Серега Санин рядом со мной стоит Вот, Серега Мельников То же самое Такой же мужественный, серьезный, красивый И прикольный человек Серега Мельников Серега был летчиком палубной авиации Повыше вверх, поближе к краю Где кроме неба никого И солнце близко играет На мокром блистере его Бая на кнопочки потрогав И отыскавши нужный тон Выводит на небо Серега Сухого 38 тонн И он пронзит любые дали И разрешит любой вопрос И долетит он И завалит Вернется И поймает трос Желанно очень для любой серьезной нации Что по земле шагает собственной дорогой Иметь немножко корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников, Серега И меть немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников, Серега И наблюдая за разбегом Все останавливают речь И подымают взгляды в небо И раскрывают крылья плеч И чувство старое накроет Покуда он летит легко Что мы с тобой страна героев А не приют для дураков Летит прекрасной сильной птицей Что всех умнее и сильней Которой можем мы гордиться В любой заморской стороне Над нашей жизнью безнадёгой Над суетой и чепухой Взлетает Мельников, Серега И самолет его сухой Взлетает Мельников, Серега И самолет его сухой Желанно очень для любой серьезной нации Что по земле шагают собственной дорогой Иметь немножко корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников, Серега Иметь немного корабельной авиации И мужиков таких, как Мельников, Серега Спасибо Ну а, собственно, я сейчас так вот покопил И вспомнил, что Послезавтра я улечу в Ахтубинск Где будет 90 лет Ахтубинску Глиции имени Чкалова Наша цивилизация Советская цивилизация По-хорошему я это говорю Название такое просто Вот мне на ум пришло В которой армия была главной частью общества Куда направляли самых умных и сильных людей Для которой работали все остальные Вот В этой цивилизации Собственно говоря, так же, как и во всех Серьезных цивилизациях нынешних Авиаторы, летчики Все, что связано с воздухом Было Оставлено отдельной какой-то строкой Прописано Ну, там самые высокие, конечно Космонавты Вот А чуть-чуть ниже авиаторы Летчики Удивительные люди Вот Каждый летчик Это такой маленький Степан Разин Который обязательно должен Быть Немножко шумным Немножко Таким Разбойником В душе По-другому, видимо Невозможно выиграть Воздушные бои Вот И всех летчиков, которых я знаю Они у них Вот это вот направление есть Да Ну, вот Да Здравствуйте, заходите, садитесь, пожалуйста Здравствуйте Ну, вообще Летчики Это отдельная песня У нас есть друзья Вы знаете Валера Михалюков Удивительный человек Который на гитаре играет Так, что За ним не может угнаться Никакой другой гитарист Вот Он там все время берет разные аккорды По всех песнях Вот Володя Городзейский То же самое Такой удивительный человек У них один Один истребитель Второй ломбардировщик И характер у них такие же Вот Ну, про Сережу Мельникова Здрасте Садитесь, пожалуйста Здрасте Про Серегу Мельникова я уже говорил Да А Сейчас я хочу спеть песню Посвященную всем летчикам вообще Вот Которые Я познакомился в этом году с потрясающим человеком Его зовут Николай Анисимов Запомните, пожалуйста, эту фамилию В интернете есть его песни Это Высоцкий от ВВС Вот так коротко если говорить Потрясающие песни Длинные Но очень талантливые Очень интересные Песни Такие песни, как Я летчик Я Ми-8 Просто дениально написаны Да Да И песня, посвященная Игорю Ткаченко Который ушел от нас Как вы помните То же самое Вот Я сегодня слушал ее и плакал Потому что Там нет вот этого саприлого романтизма Который, к сожалению, во многих военных песнях есть Там про маму, там про друга Вот Это Настоящее Офицерское творчество Вот И Вот Николай Анисимов Я вам рекомендую Его скачать, послушать И вы получите большое удовольствие Ну а Песня Называется Ростим летчиком Освящается Вы помните Вот Такой эпиграф к этой песне Совсем недавно проходил Передство мира по Сауне И В финале встретились Финн И наш И Значит Обожженный Финн выскочил из парилки В которой температура была 120 градусов А наш Сам умер Вот Не надо ничего Рассказывать Все понятно Вот То есть И кстати говоря Мельников то же самое Сережа Он позвонил мне Когда его допустили Долетную работу Он говорит Поздравь меня Я говорю Что случилось Вот А меня допустили Долетную работу То есть Что это такое Это человек будет На наших замечательных самолетах Подниматься в небо И пытаться этот самолет сломать Или пытаться его на крайних рубежах полета Упасть там и так далее А потом попытаться Сломанный самолет Посадить на землю Вот И Летчики России Мы подавались в небо первыми На досках, тросах и перкали Летел над пыльными дорогами Гул деревянного винта Морчасть лихая и фанерная Которые мы пронзали дали Без парашюта И сомнения Что лучший праздник Высота По бронеспинки пули цокали Из-под капота било пламя И мессер выскочив из облака Очередями колотил А мы держать зубами в воздухе Рубили им хвосты винтами Сжав ручку кистью побелевши Прощай, Россия, и прости Нам ведь почестей громких не надо Нам бы просто меж встреч и разлук Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу И над лесами, над корейскими И над пустынями Афганок Над океанскими просторами И суетой у городов Сквозь грозы и дела жительские Ведем свои аэропланы Судьбы полетные задания Вновь выполняя от и до Нам ведь почестей громких не надо Нам бы просто меж встреч и разлук Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу А нас несет по краю пропасти Меж левым берегом и правым Титаны композит заклепаны Журавль перкаливые души Пространство разрезают лопасти А слева смерть и справа слова И это вечное движение Ничем никак не заглушить Пространство разрезают лопасти А слева смерть и справа слова Они снизу теплое дыхание Тобой прирученных машин Нам ведь почестей громких не надо Нам бы просто меж встреч и разлук Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу Чтоб количество наших посадок Наших взлетов равнялось часу Потрясающие люди лечите Потрясающие совершенно Потому что чем больше читаешь Тем больше становится уважение Потому что вы знаете, что немецкие истребители Они всю войну были на 120-200 км быстрее, чем наши То есть если немцу надо было воевать Он начинал воевать А если ему не надо было воевать Он просто включал форсаж и улетал Вот И реактивные самолеты у них были И все, и все, и все А у нас деревянные вот эти все Ил-2 деревянные с деревянным корпусом У которого бронекорыто, значит Но хвост фанерный Вот И перкалевые плоскости В середине войны, когда не из чего было самолеты делать И поэтому после войны их сделали 38 штук Ил-2, вы знаете, да, я напоминаю А после войны они все просто сгнили Потому что фанера, она гниет Вот Во время войны просто они жили очень недолгое время Там месяц-два И новый самолет нужно делать Вот А после войны, когда время жизни не ограничено Они просто заплесневели фанера, дерево Поскольку не пропитанное было ничем И они в одночасье их не стало вообще Поэтому сейчас вот стыд и позор, конечно Но самый массовый самолет всех времен у народов Нет, он не самый массовый Самый массовый Это самый Дуглас Ли-2, который у нас назывался DC-47 Их, по-моему, 55 или 58 тысяч Их 80 тысяч сделали всего А этих сделали 38 тысяч И осталось их считано единицы сейчас практически А летающих, по-моему, или один или два всего Ну, неважно Вот А это Летчики, да Еще в этом году мне повезло Я так сейчас просто буду рассказывать о своей жизни Потому что она так или иначе связана У нас сегодня главный, конечно, нас наступающий Игорь Николаевич Который там сейчас разминается Вот В этом году мне несколько было таких интересных моментов жизненных Ну, самое главное, конечно, это то, что мы провели на Грушинском фестивале Сцену Победы Достаточно успешно Вот И все, кто видели нашу сцену, говорят, что цена была достойная Вот У нас там выступали У нас выступал там Вадим Егоров У нас там выступал Гречка Пришли Но, к сожалению, не все Великие Барды, которые попросили прийти и спеть 65 лет Победы Смогли прийти Вот Да Ну, все прошло успешно И сцена состоялась Благодаря помощи наших друзей из Значит Энерго Господи Энергоимпульса Прошу Нет, я уже забыл название, извините Я волнуюсь просто Вот тоже офицеры бывшие, которые нам просто дали денег И мы на эти деньги смогли сделать нормальную сцену Да А еще одна замечательная вещь была в этом году Впервые я езжу в третий год Туда Здесь вот Клуб «Орбита» Здесь находится Поисковый отряд «Победа» Базируется здесь Которым командует Серега Щербинин Такой безумный Старший сержант Вот Который Недоподорвавшийся на собственной мини У которого, значит, один глаз стеклянный Ничего там не видит Но ездит на машине Очень уверенно Мы с ним едем Я справился Он говорит, посмотри, что там сзади Он говорит, я не вижу У меня глаз стеклянный Серега Щербинин Командует отрядом Вот Они ездят под зубцов каждый год В прошлом году они выкопали за два месяца Вместе с шестью другими отрядами Тысяча сорок человек Которых было 38 жетонов Нашли И всего 10 удалось прочитать В этом году они выкопали 804 человека Вот И мне посчастливилось Я приехал на три дня буквально И я откопал человека Представляете Совершенно случайно Как объяснил мне Серега Что он нас сам к себе привел Вот Я просто пошел с мужчиной с одним У мужчины была лопата и щуп Никаких минноискателей не было И мы тыкали этим щупом Я тыкал, тыкал Он говорит, что там такое Он говорит, а скрижетать будет Я говорю, а вот скрижечь Он говорит, ну давай покопаем Ну давай Ну я покопал И выкопали солдата Вот У него, значит, таз был расколот Череп был расколот Вот И он был в валенке одет И вот мы стоим Выкапываем эти валенки Там пришел человек, который Соображал в этом деле Он говорит, сейчас аккуратно Сейчас его богатство пойдет Потому что валенки все прятали обычно Или в ботинках, извините Вот И точно В валенке, значит Я поддеваю лопату Он говорит, тихо-тихо Там похоже Монштук А там медальон Переворачиваю А там медальон лежит Вот И мы у всех руки задрожали Значит Капсула Эбонитовая Вот Ну я ее раскрутил Там знаете, что было? Там было перышко Которым пишут Перевои Которым чернила макаете и пишите То есть человек ставил свою жизнь ниже, чем написанные слова Он там не оставил записку А он туда перышко положил Чтоб перышко не потерялось То есть это, видимо, был очень грамотный человек Интеллигент У него была расческа большая У него было зеркальце разбитое У него было две ложки почему-то Вот И Карандаш у него был красный Такой грызочек маленький Вот Ну и все И кто это был? Безымянный герой Вот Вот А песню я ее уже пел, собственно говоря У поисковиков есть свои легенды, свои истории Вот один поисковик мне рассказывал, что Я, говорит Сплю ночью У них там лагерь Они в лагере живут Там зубы чистят, зарядку делают Потом они Садятся на машину Едут туда, где копают Не там, где они живут Вот И я, говорит, ночью сплю Мне снится, что Возле березы стоит Солдат И говорит Я вот здесь лежу копание Я утром встаю Еще там В сортир сбегал Зубы еще не почистил Взял лопатку и копнул И там раз Человек лежит Вот И вот песня Называется А он мне снился третий день Вернее, снился третью ночь Сперва я думал в дроби день И отгонял видение прочь Но в свете утренней зари А возле них Мой юный дед Пропавший Без вести войну Пробелом Между страшных строк Ко мне ладони протянул Открывай меня, сынок Мне Бог послал хороший день И электричку, и такси И взгляды сонные людей Помилуй Божие и спаси И я как будто бы здесь жил Узнал окопчик под сосной И вновь ночные пиражи Сплелись в видении одно И старый кастер рваный бок По лезвию заскрежетал И в руки мне подземный ток Потек сквозь выцветший металл И я услышал взрывы мин И я почуял боя злость И детих трассеров огни Меня пронзившие насквозь И замер ветер в вышине И время свой прервало бег И я почуял как ко мне Подходит сзади человек Ладонь кладет мне на плечо И обернуться я не смог И наветело горячо Спаси Господь тебя из ног Поиски потерянной памяти Поиски потерянной жизни Очень непростое занятие Если это делать серьез На страны растеленной скатерти Снова кровь пролитая брызнет Выдержишь ли ты испытание Сам себе ответь на вопрос Сам себе ответь на вопрос Спаси Господь тебя, сынок Спасибо Спасибо Не очень громко, не очень тихо Нормально слышно все, да? Потому что я как бы боюсь все Ну да Вот Ну вообще, конечно Еще одна победа этого года Я считаю, моя личная Потому что, понимаете Пение песен По большому счету Это очень серьезное дело Вот я сейчас, так сказать В полурославленном состоянии Потому что пришли все свои Я вижу по глазам Все наши Вот Но тем не менее Все равно Можно относиться к этому делу Ну Я видел, как это надо делать И мне посчастливилось Все-таки мы с вами Я, как говорится Говорю о себе Вот Люди, которые родились в СССР Для которых Красная площадь Это все-таки святое место В какой-то степени Вот Мне посчастливилось в этом году Буквально две недели назад Выступать на Красной площади Вот Там был фестиваль Если помните Спаская башня И вот 4 сентября Буквально На следующий день После открытия фестиваля Был концерт Напротив музолей Прям Там стояли трибуны И Наши Наши друзья Дирекция Театральные Театральные Мероприятия Концертов Авторской песни Уславляемой Мишей Грушиным Проводил Там концерт В котором я исполнял Первую песню И было страшно Было просто ужасно Понимаете Когда с тебя начинается концерт За тобой Там стоит хор имени Александрова Ансамбль Ансамбль Английских волныщиков Олег Григорьевич Митяев Наш Дорогой Вот И так далее И так далее А я был первый И я Выехал на сцену Меня вывезли На полуторге На сцену Вот Потом я взял гитару Вышел на сцену Спел песню Спустился вниз Вышло человек 20 ребят В белых рубашках Я их построил И мы вместе пошли на фронт Да Тоже еще одна дата Которая к нам приближается Это Первая самая Ну вот немцы Да Они французов за два месяца по-моему Да Завалили Польшу за четыре недели Вот И После этого За четыре месяца Да От Июня До Октября Дошли до Москвы За четыре месяца Фактически И казалось что уже все Вот эту машину невозможно остановить Никак То есть Люди идут И В месяц проходит там По сто километров Вот Ну И Наши потеряли практически все Что было накоплено Для войны Двадцать с половиной тысяч танков Потеряли Причем половину В исправном состоянии Потеряли Миллионы патронов Миллиарды патронов То есть Все Все что было накоплено Всех Вот И все это досталось немцам Я читал Вспоминания офицеров Войск СС Они же снабжались Через полицейское ведомство То есть они не как вермахст Снабжались Они всяким То что доставалось Трофейное Вот Он пишет что настоящее оружие Мы получили только с началом Восточной компании Это наше СВТ Это пулемет Дегтярева Значит И ППШ Вот говорит хорошая штука Такая она дубовая Но зато стреляет Где хочешь и как хочешь Да Ну я очень много говорю Извините Да Песня Орехове В московском ополчении 41-го года Четыре миллиона человек Жил в Москве В октябре 41-го года В ополчении ушло 800 тысяч То есть каждый пятый москвич И москвичный И мы ездили вот Под город Ельню Вместе с Алексеем Александровичем Где четыре дивизии Московского ополчения От которых осталось Леша сколько там По сто человек осталось По моему от дивизии Да Под Ельней Четыре дивизии наши Или что По 80 человек Ну нет Из Кировской Полторы тысячи Вышло из окружения В трех местах Но все равно Ну да Ну да За два часа Под листопадом Перешел По левым По досине Волшебной Торжества Музыка Уходят И строги И опоясаны Веселые Смешные Чудаки И затихают Тополи И ясени И двери И трамвайные Звонки Уходят Неуемные И скромные Все Получивши звание Солдат Ведь сказано Вставай страна огромная Сановая Причистенка Арбат Идут Волоколамками Таганками Бемоль Санскрит И римские Права И будут их Давить Подвязь Майданками И в контратаках Шмальсерами И мерзлая Земля Разрывов Мятая Примет Творческие Их пути Идут Но все же В мае 45-го Берлину В ополчение Пойти И И еще одна Прекрасная Жизненная Вещь которая была В нем в этом году Мы Я Я, к сожалению, с большим расстался с музеем бронетанковой вооружения и техники в Кубинке, откуда ушел наш потрясающий друг Володя Рыжов. Его оттуда убрали. А в этом году мы опять познакомились с музеем. И на День танкиста я туда приехал. Три дня я там с большим удовольствием пел. Сначала для руководства ГАПТУ. У них молодой начальник Сан Сан Шевченко. Такой красивый, крепкий мужчина, бодрый. Мне очень понравилось. И второй, третий день мы выступали. Там они сцену сделали. Мы поставили туда крышу. И два дня пели песни. Нас слушали, пели, подпевали, слушали эти песни. Мне очень понравилось. И еще один праздник, который был буквально рядом в сентябре. Это День танкиста. Тоже потрясающие люди наши танкисты. Это самый лучший билетанк. Т-34. Но когда начинаешь по ним читать, это тоже удивительные вещи. Т-34-76 первых модификаций. Он же был сырой еще в начале войны. Система воздухоочистки практически не работала. Через 150 км двигатель забивался пылемасляной смесью. И надо было двигатель выбрасывать. Потом радиостанция на лампах. Она от тряски выходила из строя. И связи в машине не было. Связь осуществлялась так. Командир показывал заряжающему. Вот это бронебойный заряжатель. Вот это осколочный. А механику водителя он поставил сапоги на плечи. И давил на правое плечо, на левое. Или белому по голове. То есть там нужно остановиться. Стреляли из коротких остановок. Сходу стрелять было невозможно. Радист. У него был пулемет курсовой. Который дырочка прыгала вверх-вниз. То небо, то трава. То небо, то трава. Радица не работает. И он помогал механику переключать передачи. Три вперед, одну назад. Усилие на рычаге 45 кг. У той машины был. Т-34-76. Ну и после 30-40 выстрелов. Заряжающий, как правило, угорал. Потому что эжектора не было. Эти самые вентиляторы вытяжные. Работали плохо. И заряжающий, поскольку все, что в дильзе оставалось, не сгоревшего, все ему в лицо. Он терял сознание, падал на боекомплект. И бой вели два человека. Это значит командир, он же заряжающий, он же наводчик. И механик-водитель. У которого ничего не видно было. Он открывал люк и ехал в атаку с ответным люком. А песню я вам спою тоже об этом замечательном месте. В 2002 году они из болота вытащили Т-34-76. Производство Сталинградского тракторного завода. Который был сделан из героизма. Потому что не было ни цветных металлов, ни резины, ни фига не было. Ни стекла нормального не было. Вместо стекла делали призмы. Ну то есть делали не призмы, извините. Два кусочка металла. Зашливовали один и второй вот так. Все равно танк этот жил, как правило, там максимум неделю. Потом его подбивали, притастивали опять на завод. Его там разбирали. То, что выбили, меняли, собирали. Ну как кубики. Собери сам. И он опять ехал на войну, воевал. А танк они вытащили из болота под руководством Рыжова. Володя, значит, под Псковым, бригада, которая участвовала в параде 7 ноября 1941 года, шла на фронт. И один из танков провалился под лед. И вот в таком положении на боку пролежал 60 лет. Представляете, да? Его вытащили. У него вокруг этих самых крюков такие трещины. Я говорю, что это такое? Он говорит, понимаешь, броню не доваривали. Поэтому, когда дернули его, чуть-чуть не вырвали. И на боку две трещины длины. Потому что он лежал в таком положении кривом. И у него корпус повело, как он говорит. Ну, я извиняюсь, там есть одно неформальное слово. Просто без него песня не играет. Песня называется «Танк из болота». Меня подцепили за оба крюка, расклеила веки трясина. И я увидал над собой облака и ветер, летящий в осинах. И время моё побежало опять, как будто вчера заводили. И снова услышал я «Ёд твою мать» и понял, что мы победили. И понял, пожить мне ещё предстоит, пускай не герой-победитель. Пробитые немцами, братья мои, простите меня и поймите. Простите, не смог показать мастерство красивой военной работы. Из всей из бригады, но лишь одного меня сохранило болото. Не сжёг меня пушки немецкий расчёт. И тигр меня не искалечил. Меня не расплавил товарищ Хрущёв в огромной мартеновской печи. Резон здесь, конечно, отыщется свой. Сегодняшним людям подарки вы можете запах глотнуть боевой. Моей краснозвёздной солярки залезьте. Не бойтесь испачкать штаны в крови и солярочной прелине. Почувствуйте кожей дыхание войны. На чём ваши деды горели. Я брошенный в землю военный посев. Я памятник сгинувшей роте. И мирная техника прёт по шоссе. Поскольку я был в том болоте, Я спушкой, торчащую наискосок, Для вас непонятен и страшен. Соляркою пахнущей, правда, кусок Истории Родины нашей, Что я уцелел. И типаж виноват, Да наша родная природа. Я танк, я убитый советский солдат Второго военного года. Я танк, я убитый воскресший солдат Второго военного года. Я дед твой убитый воскресший солдат. Второго военного года. Спасибо. Дорогие друзья, я буду потихонечку заканчивать своё выступление. У меня к вам будет две просьбы. Значит, первая просьба, самая ужасная. Это, значит, у нас сегодня мероприятие платное. Кассиров у нас нету. Я поэтому вас попрошу Ну вот куда-нибудь сюда положить потом эти самые... Не сейчас, там, в перерыве. Эти самые 300 рублей, там, по-моему, было написано. Потому что, сами понимаете, Пять детей у меня и у Морозова. Там дача фигача и всё остальное. Вот. Извиняюсь за это объявление. Второе объявление. Значит, я уеду. К сожалению, мне нужно готовиться к юбилею Ахтубинска. Там диск записывать. Вот. И когда придет моя любимая жена Екатерина Львовна... Ну, в принципе, я уже вас просил. Всё. Второго объявления будем читать нет. А, вот. Ой, извините. Выяснилось, что у меня мениск нужно оперировать. Вот. Ну, мениск мы решили оперировать в январе. Потому что до января времени не будет. Я бы хотел спеть несколько песен, которые написал не я, а люди, которых я безумно уважаю. Вот. Вступление перед выступлением Игоря Николаевича. Такое, знаете, ретроспектива военных песен России. Сейчас наступает какое-то другое время совершенно. И вот эти песни, они потеряли, конечно, какой-то былой блеск. Вот. Но за каждой из этих песен стоит человеческая жизнь. Жизни, точнее. Потому что вот песня Павла Шубина «Волховская застольная», которую я сейчас хочу начать, с которой я хочу начать, вот, у неё есть несколько вариантов, вот. И в одном из вариантов я даже прочитал, что её писал Тарковский, отец, Арсений Тарковский. Вот. Да, ну, там, ну, ладно, это не важно, кто я писал. Главное, что песня потрясающая. Главное, что песня потрясающая. И вот. Редко, друзья, Встречаться приходится, Но уж когда повелось, Вспомним, что было, И выпьем, как водится, Как на Руси повелось. Пусть вместе с нами семья ленинградская Рядом сидит у стола. Вспомним, как русская сила солдатская Немца за тихо им гнала. Выпьем за тех, кто неделями долгими В мёрзлых лежал в блиндажах. Бился на водове, дрался на волхове, Не отступил ни на шаг. Бился на водове, дрался на волхове, Не отступил ни на шаг. Выпьем за тех, кто командовал ротами, Кто замерзал на снегу, Кто в Ленинград пробирался болотами, Горло ломая врагу. Кто в Ленинград пробирался болотами, Горло ломая врагу. Будут навеки в преданиях прославлены Под пулемётной пурыгори. Наши штыки на высотах Синявина, Наши полки под амогой. Встанем и чокнемся кружками стоя мы Братства друзей боевых. Выпьем за мужество павших героями, Выпьем за встречу живых. Выпьем за мужество павших героями, Выпьем за встречу живых. И как поют наши ветераны? Выпьем за Родину, Выпьем за Сталина, Выпьем и снова нальём. Спасибо, не очень громко. Вообще, знаете, я ехал на машине два дня назад, и мне пришла в голову такая мысль, вот эти песни, которые раньше пели хором везде, со всех приёмников, телевизоров. Сейчас поём подпольно, как раньше пели Акуджаву, Высоцкого, Висборо, таких вот тоже, в таких вот кафешках. Тихонечко пели. А сейчас мы тихонечко поём песни ратные славы России. Интересное время наступило. Ну ладно. Вот. Следующая песня. Офицера Великой Отечественной войны, который принимал участие в отражении первого немецкого налёта. 22 июля 41-го года налетели немецкая авиация, сожгла статистические запасы в Москве. Вот. То есть люди знали, что бомбить, как бомбить. Вот. А маленький Женя Агранович, 17-летний, молодой точнее, сидел на крыше и вбрасывал немецкие зажигалки. А потом ушёл добровольцем на фронт. Вот. И стал писать песни на фронте, которые стали петь сразу же. Вот его песни были очень популярны тогда. И слава Богу, что он дожил до наших времён. Вот такой отпечаток того настоящего времени. Вот. Не лубочного, не, извиняюсь за выражение, изгаженного, а вот то, что было на самом деле. Не надо стыдиться, не надо гордиться, надо принимать как есть. И потрясающая песня его из фильма «Ошибка резидента». Я весь синим лесом пил берёзовый сок с ненаглядной пивуньей. В стогу ночевал, что любил, потерял, что имел, не сберёг. Был я смелый, удачлив, но счастья не знал. И носила меня Как осенний листок Я менял города, Я менял имена, Надышался я пылью За морских дорог, Где не пахли цветы, Не блестела луна. И окурки я зам Швырял в океан. Проклинал красоту Островов и морей И бразильских болот Малиный туман И вино кабаков И тоску лагерей. Зачеркнуть бы всю жизнь Да сначала начать Полететь к ненаглядной Пивуньи своей. Да вот только узнает ли Родина, мать одного из пропащих Своих сыновей. Я весенним лесу Пил березовый сок Я весенним лесу Пил березовый сок Я весенним лесу Я весенним лесу В этом году С главной сценой Фестиваля авторской песни Памяти Валерия Грушина Я горжусь еще тем Что мы смогли Всех кто с нами на автобусе Туда приехал Всех вот Туда приехал первый раз Человек 20 С нами людей Они на нашей сцене пели И мы устроили такое Нам дали три песни спеть На большой сцене От сцены победы Все пели по пять Но нам сказали Что с вас игрок хватит Ну не важно Мы не жалуемся Вот Первую песню я вышел Один спел Про московское ополчение Вот То что я вам сейчас пел Мне кажется Что песня была достойная Такой большой сцены Вот После этого Сережа Кузнецов Со своими Значит Бойцами спели Песню Игоря Николаевича Батальонная разведка Которая еще прозвучит сегодня Вот А потом вместе Я вывел Попросил выйти Все кто принимал участие В работе сцены Вышло человек 20 Туда на эту самую сцену Сцена хлипкая такая Нас еще просили Поменьше народу Потому что Можно сломать сцену И упасть в воду Но тем не менее Мы вышли 20 человек Очень красиво было Мы так стояли Полукругом И мы спели Практически без детал Песню Которая Оказывается Тоже в этой песне Есть своя история И другие слова Песню написал О рядовой Великой Отечественной войны Абулата Куджава Песня из кинофильма Белорусский вокзал Вот Вы ее сейчас знаете Может быть Поете Здесь птицы не поют Деревья не растут И только мы плечом к плечу Врастаем землю тут Горит и кружится планета Над нашей Родиною дым А значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный Но все ж бессилен он Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Лишь только бой угас Звучит другой приказ И почтальон сойдет с ума Разыскивая нас Взлетает красная ракета Бьет пулемет неутомим А значит нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный Но все ж бессилен он Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон От Курска и Орла война нас довела До самых вражеских ворот такие, брат, дела Когда-нибудь мы вспомним это Или повериться самим А нынче нам нужна одна победа Одна на всех мы за ценой не постоим Одна на всех мы за ценой не постоим Нас ждет огонь смертельный Но все ж бессилен он Сомнения прочь уходят в ночь отдельный Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Десятый наш десантный батальон Так вот, оказывается, ребята Представьте, сколько лет эту песню поем Сколько мы ее знаем Кстати, командир нашей части не любил эту песню За слова мы за ценой не постоим А в чем дело, оказывается Все оказывается в припеве Там на самом деле Акуджава Вообще фильм снимался про штрафной дисциплинарный батальон Сомнения прочь уходят в ночь Отдельный штрафной дисциплинарный батальон Штрафной дисциплинарный батальон И все сразу становится на свои места Почему почтальон сойдет с ума развести война? Ведь был же порядок Почтальоны заходили на самую линию фронта Это были другие времена Это не профитизм был Просто после того, как они сходили в атаку Их оставалось всего единицы Потому что половина лежала на нейтральной полосе А вторая половина, которая жива, осталась, но была ранена Ее сразу отправляли по месту предыдущей войны Понимаете? Поэтому почтальон не знал, где этого человека искать И все сразу становится на свои места И вся эта песня Ее настрой Ее дух Бешеный такой вот Понимаете? Это как крик Ура! Вся песня Вот такая Вот И вот тогда все Страфной дисциплинарный батальон Оказывается, вот как все было на самом деле И видимо, они сняли фильм про штрафников А потом сказали Не, ребята, извините, не пойдет И они его сделали протисантник Хотя по большому счету По-моему, разница небольшая Вот Да А закончить я хочу свое отделение песней Лирическая песня Она называется Песня про любовь Для женщин Вот Бронежилет на голом теле А руки солнца в камуфляже Вы так красиво загорели Нам скажут девушки на пляже А мы на них посмотрим гордо И откликнем немножко пива К чему терпение рекорды Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Я сгоряча взмахну рукою И на пол оброню надежду Судьба военного покроя Пускай ведет сомнений между А жизнь последней щелкнет строчкой И бросит головой с обрыва Вы помашите нам платочком Любите нас, пока мы живы Любите нас, пока мы живы Пока летят над морем брызги И ветер бегает по крыше Покуда пуль не слышно Пока мы чувствуем и дышим Пока деревья зеленеют На ротах, вставших под разрывы Пока мы чувствуем и смеем Любите нас, пока мы живы Пока мы что-нибудь умеем Любите нас, пока мы живы Спасибо Большое вам спасибо, друзья За то, что вы пришли Сейчас у нас будет основная часть Нашего концерта Через 10-15 минут Я думаю, что Игорь Николаевич Начнем петь Сейчас мы будем настраиваться Пробовать звук Я хочу вас поблагодарить За то, что вы пришли сюда сегодня Практически без... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому